Карикатура в газетке В 1987-м была издана повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». Ее сразу перевели более чем на 30 языков мира. Недавно вышел «Петитумник». Он много написал великолепной прозы, но и не написал он много. «Когда у твоего порога будут убивать человека, что бы ты ни сочинил, это ничего не будет стоить». С этими словами он отложил незаконченную рукопись, чтобы возглавить комиссию по помилованию при президенте Российской Федерации. Практически он стал государственным чиновником, мучительно разрываясь между двумя служениями. За 10 лет работы комиссии были смягчены приговоры 57 тысячам человек. Именно это ставил во главу своей жизни выдающийся писатель 20 века Анатолий Приставкин. В основе фильма уникальный материал, снятый в разные годы его жизни. Я сам приговорен к страшному наказанию. Когда я их смотрю, я свою жизнь. Это мое прошлое. В МВД создает конвейер для своей будущей работы. Им выгодно, чтобы много сидело. Мальчишку первый раз хватает за буханку хлеба, как меня. Хватали когда-то, его опетушат. Из него сделают профессионального преступника. Он выходит, его начинают преследовать участковый и говорят, слушай, ты вот на меня работаешь, ты на это работаешь, ты на это. Не хочешь, тебя снова посадим. Мы найдем за что. И он будущий кадр до конца жизни. Я мог на этом кадре тоже быть. Это мое прошлое. Когда я был в банде, такой банде, не убивающей, а грабящей вагонщики. У меня было 10, 11, 12. С 12 лет нас расстреливали в России уже во времена Сталина. За колосок могли посадить. А что мы колоски не собирали, тайно не ели. Однажды наша группа увидели в окне какие-то страшно вкусные фрукты. Яблоки, там что-то. А это был сельскохозяйственный техникум. Значит, мы ночью вскрыли окно, стали хватать это все. А я так сказал, смулежи. Кто-то зубы чуть не поломал. Была вот такая игра, я был чемпионом. Поскольку денежки чужие Не достаются без труда Когда воротимся мы в портрет Мы к судям кинемся в объятия Да только в портрет воротиться Нам не придется никогда Когда воротимся мы в портрет Я всегда считал, что мне все-таки повезло, что мама поцеловала меня, когда я родился. И вот это меня спасло, наверное, в будущем. В 41-м она умерла. Мы были ребята, которые уже писали или рассказывали легенды о своих отцах. Сперва мы рассказывали, учились рассказывать книги. У меня хорошая, блистательная была память. Гюго я знал по рассказам других, а потом можно было кормиться, рассказывая каждый вечер кусок из какой-то чужой книги. И, например, «Граф Монте-Кристо», какие-то книги моего детства, я их знал все по чужим рассказам, а потом сам становился рассказчиком. Чем больше рассказываешь, тем больше паек получаешь. Значит, ты можешь растянуть это содержание еще на месяц, еще на день. Значит, ты еще позаработаешь больше. И в какой-то темной чужой спальне 10-20 ушей мне по корочке каждый выделяет. Это заработок мой. И все сидят, дрожат, и ухо только наружу, а я рассказываю. И вот Жан, Жан появился в этом доме. Что он делал? Что вытворял в наших фантазиях, когда нельзя представить? Это было интереснее, чем у Гюго. Потом я прочел, я был расстроен, что это не так интересно, как мы. Все это кончилось очень счастливо. На берегу Терека, в детдоме. В наших рассказах наши отцы были все генералами. Может быть, я попал в спецрежимный детдом именно потому, а я не знал, что это опасно как раз для жизни. Эти легенды вписывали воспитательцы доверчиво и желающие нам добра. Отец – крупный командир Красной Армии, а потом приходит солдатик несчастный. Глубоклассный, такой веселенький. Он даже не знает, что он генерал. Вот. И ребята такие счастливые. Такие ну какой там генерал, зачем он нужен? Это самый большой человек, вернувшийся. Это тоже спасение от тюрьмы, спасение от голода, спасение от детдома, спасение от безпризорщины, спасение. Вот так живой отец появился. Я обрел отца, которому я не столь уж был нужен, но который я любил, как пес любит хозяина. Я готов был за ним ползти, заглядывать в глаза, лишь бы он только в какое-нибудь время наклонился и потрогал меня рукой. Он забывал обо мне сутками, месяцами. Он не знал, куда я поступил, он не знал, как я учусь, он не знал, что я ем. Он ничего этого не знал. Но когда он появлялся, я был самый счастливый из детей. В Европе в аэропорту мы взяли машину, и Толли повел эту машину по автобанам европейским и говорит, если бы мой отец Игнат Петрович, царствие ему небесное, солдат Второй мировой, крестьянин, увидел бы своего сына только на европейском автобане, за рулем Шевроле, он бы просто упал в обморок, наверное, Игнат. Мы путешествовали, нас приглашали издатели на презентации. Они были в восторге от него, он так выступал прекрасно. Его собирались полные залы за границей, слушали его. Была всемирная слава. И по России, мы поехали, например, в Пензу, стояла очередь за автографом два с половиной часа из читателей и читательниц. Везде. Мы были очень счастливы. Мы совершенно не задирали нос. Ребенок с нами везде путешествовал, потому что ее не с кем было оставить. Я очень эгоистично рассуждаю. Лучше бы он со своей дочкой на рыбалку лишний раз съездил. Поймал бы еще десять окуней. То, что было отпущено, ушло вот на спасение других. Пусть даже они несчастные, униженные, оскорбленные, но... Я сам приговорю к страшному наказанию. У него как началось это в детстве, когда они приехали с детдомом туда, на те места их поселили, откуда были выселены дети. И вот помните, там два эшелона наши встречаются. В одном везут детей из Чечни, а в другом едет этот Томилинский детдом. И они постояли рядом друг с другом. Он говорит, у меня такое впечатление, что в одном вагоне сидел ты, а в другом был я. И мы, говорит, тогда друг друга не знали, а вот потом, видишь, как прошло столько времени, мы встретились. Я знаю, что Ролан Антонович Быков хотел это делать там. В общем, именитые режиссеры. Но он... Я ему стал рассказывать, что вот с моей точки зрения, как это было, как депортация, что я сам пережил. А у него уже должна была набираться повесть в журнале. То есть мои рассказы выслушав, он позвонил и остановил это дело. Он сказал, будет несколько глав дополнений, я очень прошу, пока не печатать в этом виде. Фильм состоялся, прошла вот эта вот первая чеченская война. Все время он, Анатолий Игнатьевич, очень близко принимал все, что там происходит, кроме как братьями не называл. там никого, чеченцев, не ушел. Он меня брат назовал. Он меня от боев спасал. Я так думаю, с ними покончено. Браться навсегда. Так что жизнь теперь спокойней станет. А так говорите, будто радуетесь. А что ж ты мне плакать прикажешь? Я милый уж наплакался. У меня ведь двое ребятишек было, как у тебя. немцы заживо сожгли. И жену, и матерь. Вот так, милая. А что ящик выселяю? Ты к мне выселяли? В шестнадцать лет в кулаки записали. За лошадь. Ну и что, и отдал. И что, спасибо сказал. А на кое она мне? Вот я сейчас на колхозной езжу. Так зато живой! Когда вышла эта повесть, огромная всенародная любовь. И это произошло стремительно. Журнал невозможно было достать. Каждый хотел его к себе пригласить. Теперь совсем родные. Понял? Понял. Он уже устал от этого гостеприимства. Мне говорит, я не могу людей этих обидеть, которые так меня вдруг... Хотя я написал-то повесть о себе. Я говорю, вот да, потому что вы впервые, первые коснулись вот этой темы. И мы разделили их боль. Вот, Анатолий. Вот это и есть кинотеатр юбилейный. Похоже, ты правильно угадал, что это кадры из туч. Ну, пленка, что, кино. Вот здесь проекционная была. Вот там вот, сейчас она за вами не видела. За 10 дней до нашего приезда были распространены все билеты. Вот я там стоял, перед зрителями, отвечал на вопросы. Рассказывал? Да. Про прошлое. Про прошлое. Не знаю, что будет такое настоящее. Совершенно разрушенный город. Где много детей беспризорников. Первое, что он сделал, он повел меня там, где дети беспризорники. Где это самое. Вот. И там им какие-то подарки, он деньги давал. Своё детство вспомнил беспризорное. Полные глаза слёз. Он говорит, это же надо, чтобы такое повторилось уже в наше время в жизни. То, что я когда-то написал в полиске. Наш фильм. Как он сегодня прозвучит? После всего того, что здесь произошло. Давай посмотри. Молчи. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, если в Портленде от возврата, пускай несёт нас чёрный парус, пусть будет сладок ром ямайский, всё остальное ерунда. Когда воротимся мы в портрет, ей-богу я во всём покаю. Я сам приговорён к страшному наказанию. К этому столу, к этому делу. Ну, я сравнил свою жизнь, себя, вот это появление в комиссии. Я был в шайке. Мы не грабили, мы не убивали людей. Мы добывали пропитание. Но когда я сейчас смотрю, уголовное дело человека, который стащил буханку и после этого, как по конвейеру, пошёл по тюрьму, по тюрьму, по тюрьму, он до сих пор сидит. Войну стащил, когда я воровал. А может быть, он со мной вместе воровал. Я думаю, это я. Это моя судьба. Комиссия по помилованию при президенте Российской Федерации была одним из таких вот очень ярких символов вот этого демократического периода 90-х годов. Когда действительно заключённые чувствовали, что их судьба небезразлична. Борис Николаевич поставил ультиматум Анатолию Игнатьевичу и сказал, понимаешь, Анатолий, они же там сидят и решения не принимаются. И если ещё решения не будут приниматься, то мы должны начинать казнь. Ко мне секретарь пришла и говорит, простите, Анатолий Игнатьевич, кофе, чай, печенье, всё. Я говорю, уголовные дела. Она говорит, какие, Анатолий Игнатьевич? Я говорю, там, где произошла ошибка по поводу казнённых. И мне принесли вот такую ступу. Я понял, что я застрял в этой комиссии Анатолии. Я открыл дело, это было дело Кравченко, парня, которого расстреляли за первое преступление Чикатило. И открыл я, это просто, конечно, случайность, на его письме, написанном детским почерком, вы ещё когда-нибудь, я не могу до вас докричаться. Он не докричался, его расстреляли. Но я единственное читал это письмо. Я не могу до вас докричаться, вы же когда-нибудь пожалеете, вы же когда-нибудь поймёте, кто понял, кто понял, кто из чиновников понял. Вот так вот возвышалась надо мной, выше моей головы, стопа папок, где ошиблись, но это где доказано, что ошиблись. Там огромное количество папок было, и сидела женщина, папки такие вот жёлтого цвета, и на каждой папке написано красной буквой «Р». «Р» – это расстрел. Я говорю, так ещё не расстреляли? Он говорит, вот вы и будете решать, расстрелять или нет. Олеся Адамович потом произнёс эти слова, я не могу быть Богом. А я говорил ему, Олеся, мы не Боги, Боги были те, кто осудили на смерти. Так вот, я этому начальнику, путеводителю моему, подумал. Я говорю, вам не кажется, что у этой женщины какие-то странные глаза? Вот так он на меня посмотрел, говорит, конечно. Она свихнулась от этих дел. Потом подумал и говорил, и я уже свихнулся от этих дел. Потом опять ещё подумал, посмотрел, и я внимательно сказал, и вы свихнётесь от этих дел. Врачу все люди кажутся больными. Ну, наверное, может быть, наверное, у нас уже вот этот перевёрнутый взгляд, как у той рыбы, которая тащит из воды. Это моё несчастье, что я по-другому уже теперь не могу глядеть. Я сказала, никогда в жизни ты не пойдёшь туда работать. Написал прекрасный роман, у тебя замыслы, планы, новые книги, у нас ребёнок. Самое большое счастье к нашей жизни – это наша дочь, Мария. Ты будешь писать свои книги, а мы с Маней будем о тебе заботиться. Но, к сожалению, мне был поставлен тогда ультиматум. И мне пришлось согласиться. Мне было сказано, что это просьба президента. Президента Ельцина. Что тут скажешь? Приехал правозащитник Ковалёв, выпили четвертинку водки с жареной картошкой, и комиссия заработала. И комиссии действительно было довольно много. Чуть не по 10-15 тысяч в год. Что людей очень удивляло. Но есть один показатель того, что это не было, так сказать, на Абум-Лазаре. Не было просто таких вот «Ах, собрались такие романтические интеллигенты, вот они там всех подряд милуют». Показатель очень простой. Это рецидив преступления среди помилованных. Так вот, рецидив среди помилованных комиссий был 5%. 5%. В то время как обычно это порядка 50-60, помилованных часто заключалось в сокращении срока. Допустим, из 15 сокращают до 10-12 лет. Для нас было важно ещё то, что удалось выступить с вот этой инициативой, заменой смертной казни на пожизненное заключение. Потому что, а что если произошла ошибка? А если человек раскаялся? Вот. И мы его убьём, и всё тогда, так сказать, закрыто. Здесь у человека всегда остается возможность, не говоря о том, что нам не должно быть безразлично, как уходит человек из жизни, как озлобленный, так сказать, преступник, или как раскаившийся человек. На 90% вся эта работа, она, конечно, обязана своими результатами приставки. Вот, сострадающий, понимаешь, человек близко к сердцу принимающий, решительный, круто, не был каким-то, знаете, таким вот мягкотелом. Нет. Ну, я так не называл эту комнату «Островок милосердия в океане жестокости». Островок, маленький островок. Когда мы на 7 ветрах, то сверху, уже понятно, почему нам недовольны. И не так милым, и не столько милым, и не тех, наверное. Вот. И не берем еще к тому же. Мы знаем, мы знаем, сколько стоит милосердие для некоторых. Для некоторых. 9 лет не произнеслось ни одного слова о коррупции в наш адрес. Говорит о том, что этого не могло быть, потому что это бы сразу все знали. А родственники тех, кого я говорю, что я плачу, плачу по этим несчастным людям, которых убили. Но я не могу еще убивать из-за того, что они кого-то убили еще. У меня два письма, одно им было двух материалов. Одна просит убить того, потому что он убил этого. Ну, мы не можем око за око. И это опять недовольны нами. милосердие помилование. Это библейское. И это затереть нельзя. Библия не затерта. И когда вы библейское читаете, когда мы говорим, что да, да, был Каин и Авель. Каин убил Авеля. А что Господь с Богом сделал с Каиной? Он его осудил только на пожизненное заключение. То есть он вечно должен ходить и мучиться, но не на смерть. Так давайте оттуда и сходить. Вот оттуда идет настоящее милосердие. Все почему спрашивают меня. Антон Ильич, ну, у вас же под охраной, наверное, все. У вас же... Какая охрана? Я говорю, настолько душа своя охраняет. Настолько честно себя. Больше ничего. Больше... У нас нет защиты никакой. Потому что мне по телефону угрожает, когда я... И мне говорят, мы знаем, как путем ходить ваше жизнь. дочь в школу. Она будет изнасилована. После этого я могу сказать. Надо было ультиматум привести в действие. С помощью Калашникова. Ну, что делать? Я была женой гуманиста. Самое страшное это было для Анатолия. Я не могу предать, я не могу оставить своих товарищей, товарищей в комиссии. Наш ультиматум не был принят. Он остался до последнего как капитан на мостике. Он, конечно, был не только организатором, но и душой комиссии. Он приглашал туда вот своих единомышленников. Была только Джава, Лев Разгон. Ну, Влада нас все сказал. Он спел нашу комиссию, нашу жизнь и наш век. И он про свое участие в комиссии сказал так. За что не знаю, но мне надо нести этот крест до конца. Ну, было про всех нас так. Сказал, вот мы его пронесли. Пускай купец помрет со страху, ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда, когда воротимся мы в Портленд. Клянусь, я сам зайду на плаху, да только в Портленд воротиться. Мне сказали, вот и расстреляют или все. Я бросил рукопись, которая так прямо на полустраница. В ней написано почти 200 страниц про Каташихина, подьячи из приказа иностранных дел. За времен Алексея Михайловича бежал в Швецию, по пьянке сказала широкая русская натура. Убил хозяина из-за его жены. Ожидая казнь, он написал историю российского государства живым прекрасным языком. Он продал свой будущий труп анатомическому театру, первому в Европе и пропил деньги перед смертной казнью. Это удивительный человек, похожий на нынешних, на диссидентов, которые бежали от казни, от преследования всего. Когда я взял библиотеки под Стокгольмом есть университетский город Упсела, взял его книгу, оказалось, что ее читало всего шесть человек. Он начал писать в тюрьме, потом вам объявили смертной казни, иматрубили библиотеки. И я искал в рукописи место, откуда пойдет другой почерк, потому что он писал до суда, а потом после суда. Я не нашел. Писал одинаковым почерком. Когда меня оторвали для того, чтобы спасти других осужденных смертной казни, я бросил, как говорят, в несчастье своего главного героя. А сейчас, возвращаясь к нему, я не знаю, будет ли стык виден в моей рукописи, но на 181-й странице прерванная рукопись об истории. У каждого в истории свое гнездо. Вот это для меня экологическая зона, которую мне хотелось отразить, написать и через нее воспроизвести и себя, и наше время. Столкнувшись с миллионом дел, которые я пропустил через свою душу, я понял, что мы ужасно жестокая нация, а поэтому мы обреченная нация. Хотя, когда его посадят, он просит о милосердии, но когда его выпустят, он ненавидит тех, кто сидит. Господи, казнить, да казнить, в общем, мы очень любим казнить. Вот Каташихин в своей истории много что сказал о русском народе и о его жестокости. Он написал, как князь Пожарский, освободитель России, будучи в долгах, был запряжен в сане царем. Как в России казнили. Все те же жестокости, ничего нового. Когда большевики пришли, они просто, как говорят, хорошо выявили эту существо жестокость в народе, жестокость. Если до приходинки или до ходинки был в то же время в России доктор Гаас, ну и что, и кто его помнит. Я школьнику спрашиваю, а кто такой доктор Гаас? Они не знают уже. А ведь сказать, кто такой доктор Гаас, значит, спросить, что такое милосердие, что такое любовь к человеку, что такое служение отечеству бескорыстные и безвозмездные и во имя только высших сил и божественных. Доктор Гаас очередной раз к митрополиту Филарету обращался советом с просьбой ходатайствовать вот об этих, сказать, преступниках и так далее. Вот. И владыка, видимо, усталый уже был, как-то раз сказал ему, что дорогой доктор, вот вы об этих все ходатайствует, ну и преступники, они же все, так сказать, негодяи, что вы же так, так сказать, за них ратуете-то. Ну что, может, там есть невинный, говорит доктор Гаас. Ну что значит невинный? Раз осужден, значит, виновен. А доктор Гаас ему говорит, владыка, вы забыли Христа. Митрополит задумался и сказал, понурив голову, это он обо мне забыл в эту минуту. Умел в виду, так сказать, не поддержал его свою благодать. Это великий пример такого смирения, потому что, когда князь церкви так может сказать, что да, он не прав, это великий пример. Есть человеческое начало в любом народе и есть дьявольское начало в любом народе. И вся система большевизма, она ориентировалась только на дьявольское, в душе, в каждом душе, и подавляла все человеческое. Что было при докторе Гааса? Ну, проводили через селение Катаржан. Могли боком, но проводили через селение, чтобы Катаржан накормить. Женщины бросали хлеб им. И никто не говорил, что это нельзя делать. Когда ГУЛАГ посылали, проводили ночью по темным улицам и не дай бог, кто-нибудь бы бросил кусок хлеба, его бы арестовали и наткнули бы в этот конвой. Жалеть нельзя было. Вот когда немцы отменили смертную кассу в 49-м году, города лежали в развале. Гоканомики не было, религии не было, никаких позывов в восстановление на офисе не было. И один из самых первых актов отмена смертной казни. У них и в Италии. Ничего, сейчас дети не хотят жестокости. Сейчас 100% детей я выступаю, я прием прихожу, прихожу к нашим детям. Говорю, ребятишке, кто за смертной казнью? Лес рук. Ребятишке, говорю немцам, кто за смертной казнью? И тогда меня спрашивают, а зачем? А почему? А вообще нужно ли, зачем казнить? Буду воспиталась, значит, с тех пор возникли поколения, и наши ребятишки подражают или идут следом за своими родителями. Родители жестокие не могут воспитать милосердных детей. А вот, несмотря на литературу, несмотря на наши милосердные книги даже, понимаете, несмотря на Чехова и Толстого, потому что есть ближе пример. Мама, папа. А вот у них они прошли через это, и они милосердие. Да я бы не сказал, что это ругательное слово. Его затерли, его произносили Берия, его произносили Вышинский, его Сталин произносил, его Брежнев произносил. Но я, ей-богу, уже верю, что рисунки моей дочки показывают, что это уже прорастает другая душа. Мы за 10 лет не просто спасли жизнь кому-то пробудили, а мы внесли в общество, если оно так называется, относительное общество, первичное общество, начинающееся общество, внесли надежды, что можно было помогать, можно было спасать, можно было сочувствовать, можно проявлять милосердие. И это, наверное, останется. Это будет еще в ком-то жить. Может, моей дочке. У тебя нет досады, что он так мно вложил в пустоту. Есть. Главное, что он верил, что он не в пустоту вкладывает. Он был большой ребенок. Клянусь, я сам сбегу на плаху, да только в Портленд воротиться. Это очень большая сила, которая течет из земли туда, к ветвям. И если тебе лично не хватает силы, нужно к дереву подойти, вот так к нему прислониться, вот так. И мысленно представить, что оно дает тебе силы. Только поблагодарить надо, не забыть. По этой лесенке очень хорошо зимой ходить. Можешь до самого низа пролететь. Группа питерских ученых провела анонимный опрос, считаете ли вы, что вы хоть раз в жизни совершили уголовно-меказуемый преступник? Сто процентов. Простите, мое прошлое из-за этого вытекло. Поэтому давайте создавать нормальные социальные условия для людей, чтобы они могли нормально, существовать не злясь не ожесточаясь, не считать, что сосед построил дом, надо не свой строить, а поджечь соседский дом. Вы понимаете, условия надо обвинить прежде всего, а не людей. А вот эта вот сливочка болела, три года болела, и вдруг в этом году почти не выросла и дала вдруг маленький урожай. А напомню, чтобы ей было хорошо, я посадил ей яблоньки, они будут грузиками с ними. А вот соседка вот эта вот тоже была ранена грузовиком, вот, и тоже мне пришлось ее бинтовать, восстанавливать, и даже, по-моему, билочки где-то остались, где яблочки с огорода я вам, как и морковку, дарю. Все наше богатство. 42 метра квадрата. Мои забросят этот вот огород, сад. Так вот, я очень беспокоюсь, что будет с этим садом, когда со мной что-то случится, потому что, конечно, заглохнет, но я его заложу, значит, он кому-то будет чего-то приносить. вот здесь цветочки для моей дочки. Он радовался каким-то вещам абсолютно искренне, по-бодетски, и я этому учусь. Да? Это как раз вот... Ты родилась взрослее, чем он? Да. Я серьезная очень. тех людей, которые со мной близко, которые со мной часто общаются, они заметили, что я на самом деле непрерывно говорю о папе. Как что-нибудь я говорю, а вот мы с папой, а вот мы с папой, а вот мы с папой, но когда у меня это как-то приходит, понимаешь? Я что хотела сказать? то, что он меня называл своим поплавочком. Ну, это всем известно, но жизнь показала на самом деле, что, наверное, было наоборот, кто чей поплавочек. Это он мой поплавочек. И я ушла под воду с его уходом. Последняя командировка была у Толи. Четыре перелета, тюрьмы, встречи с людьми, выступления от него оставалось на тот момент ровно одна четверть. И он все время мерз. Потом стали говорить, вот в Кремле все теперь носят такие куртки, потому что первый начал приставкин. Вместо делового пальто на все пуговицы канатка молнии. Вот эта куртка меховая и вязаная шапочка. И к этому все спокойно относились, кто с ним встречался, ну, холодно человеку. А он уже, потому что не имел ни сил, ни веса, ни крохи, ничего. Но он работал. У него последние две недели жизни это сплошная работа. Сплошная работа. И он решил после очередной операции последней поехать на работу и велел Маше привезти ему костюм, галстук и ботинки. Я понимала, что ругаться бесполезно. Она надела, что я уговорю не одевать и никуда не ехать. Он все это быстренько одел, весь перевязанный, потому что еще были не сняты швы и на огромной скорости быстрым шагом побежал по коридору к лифту. За ним бежали медсестры и кричали «Пожалуйста, верните в центре внасть». Мы смоляем, одна даже заплакала. «О, может быть, не знаю, последних пять дней ему оставалось. И он решил купить корм собаке. И поехал в магазин, где продают это все. А там птица была в клетке. Очень красивая, редкая порода, которая чудесно пела. И я говорю, давай ты сиди за рулем, я быстренько сбегаю за кормом. Нет, нет, я сам пойду. Вышел, его уже никто не узнавал, узнать было невозможно, мы его уже не узнавали. Зашел в магазин, и я волнуюсь его, нет, 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 боже мой, что это, что случилось? Я туда забегаю, он стоит и слушает пение птицы этой. И говорит, ты подумай, какая красота, как она поет, какая она красивая, когда это еще услышишь. И это не было там мыслью о последнем дне жизни. Он так всегда жил. Рыбалка на рассвете, птичка поет, не знаю, цветок какой-то уникальный, ребенок принес рисунок, который ему нравится, стол накрыли, пирог удался, сущность бытия. Ну, а что, бояться? Когда воротимся мы в Портленд, мы к судям кинемся в объятия, да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятия, да только в Портленд воротиться не дай нам Боже никогда. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова